Привет-привет! Давненько я вам не показывала готовых работ. И вот сегодня хочу представить вашему вниманию альбом, который недавно закончила. По этому альбому я сняла мастер-класс. Мне осталось только смонтировать видео и выложить его на YouTube. Мастер-класс получился довольно обширный, поэтому видео будет несколько. Если вы хотите создать такой альбом вместе со мной, то подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новости. В основу этого альбома легли материалы, которые я покупала в магазине Dani Art. Я как-то снимала обзор на них. Это синяя замша и набор бумаги от Samma Studio, которая называется Something Blue. Давайте посмотрим поподробнее альбом. Он получился толстенький, изящный и солидный одновременно. Довольно странное сочетание, но тем не менее именно такое впечатление он на меня производит. Обложка обтянута замши и сам по себе он достаточно уютный, потому что под замшей спрятан флиз. Уголки я украсила металлической филигранью. Кусочки бумаги, которые у меня остались от набора. Чипборд, надпись you and me, потому что у меня надписи на английском языке в альбоме. Чипборд, завиток, бумажные цветочки, самодельные высечки, высечки из набора бумаги. Конечно же кружева, фишка, вот такое вот окошечко, которое сделано из глины. И мне кажется главным украшением служит самодельный цветочек из бязи. У меня не было подходящего цветка, поэтому я просто оторвала кусок ткани, покрасила его в необходимый цвет и в качестве серединки использовала очень красивый камушек с алиэкспресс. Давайте заглянем внутрь. Так выглядит первый разворот. Мне очень понравилась эта коллекция бумаги, поэтому я работала просто на одном дыхании и вдохновении. Хотя этот альбом занял у меня довольно таки много времени, по той причине, что мне приходилось одновременно снимать мастер-класс. На первом развороте одна фотография 9х13. Здесь гипсовая рамочка, бумажные цветы, чип-борд и вот такая замечательная совушка, которая была в наборе. Обратите внимание, что в этом альбоме переплет хоть и тканевый, но он не прошивной. Я специально придумала такой переплет, чтобы его могли сделать даже те, у кого нет швейной машинки. Или, например, те, у кого швейная машинка есть, но с ней не особенно складываются дружеские отношения. Следующий разворот. Сам по конструкции альбом не сложный. Опять-таки, я его делала с таким расчетом, чтобы мог справиться каждый, несмотря на свой уровень подготовки. Здесь кармашек, в который спрятана книжечка на 4 фотографии. Снаружи приклеена подложка, но внутри подложки я не стала делать, чтобы не утолщать всю конструкцию. Я обязательно к этому альбому приложу уголки и заказчик сможет сам вклеить уголки, если у него возникнет такая необходимость. Здесь фотографии половинки 10 на 15, здесь 9 на 13, 9 на 13 и еще одна половинка 10 на 15. Несмотря на то, что тут находит декор, а здесь уголочек от нижней подложки, на самом деле никаких сложностей с расположением фотографий не возникнет. Потому что декор расположен таким образом, чтобы под него и под подложку можно было спокойно разместить фотографию. Не приготовила я никакую картинку, чтобы демонстрировать вам. Буду использовать вот такую бумажку. Вот видите, спокойно она входит как под декор, так и под подложку. На этой страничке я использовала также гипсовые фигурки, чипборд. Надпись покрыла эмбосингом, очень красиво переливается бирюзой. А также возможно на камеру не очень хорошо заметно, но я обязательно прикреплю фотографии, не только видео. Но я еще нанесла бронзовые брызги и добавила такой светло-голубой блиттер. Следующий разворот. Это мой любимый разворот, потому что мне очень нравится цветовая гамма. Здесь практически все оттенки бирюзового, а также присутствует синий. И чтобы все это не сливалось в один сплошной синий массив, я добавила крафт. Также здесь присутствует темно-коричневый в ажурных дверках и окошечки. От штамповки бумажные цветочки. Опять-таки камушки с Алиэкспресс, которые замечательно вписались в этот альбом. И добавили ему дополнительно какого-то шарма, возможно мистического блеска. Здесь откидывается вот таким образом. Открывается подложка для фотографий 9х13. Здесь я ничего не сделала. Опять-таки повторюсь, приложу уголки, чтобы заказчица смогла сама расположить фотографию нужного размера. Вертикально или горизонтально, как ей будет удобно. Здесь спрятан магнитик. На правой стороне верхняя подложка, как видите, прикрыта декором, поэтому она не открывается. А нижняя подложка также держится на магнитике и открывается вниз. Следующий разворот. Здесь сделан сплошной мостик, под который прячется книжечка для фотографий 9х13. С правой стороны горизонтальная фотография 9х13 плюс две фотографии половинки 10х15, которые откидываются вниз и уже традиционно держатся на магните. Очень мне также нравится этот разворот, потому что здесь красивое сочетание цветов такого насыщенного синего оттенка, индига даже я бы сказала, черного, при этом черный здесь не смотрится мрачно и крафта. Добавила, конечно же, блеск и на этот разворот. Здесь у меня и камушки, и глиттер, и бисер, которые замечательно добавляют мелких элементов. И также, как и на всех разворотах, я добавила бронзовые брызги. Еще один разворот, на мой взгляд, тоже получился достаточно интересным за счет бирюзового, черного, бежевого. Все эти цвета образовали довольно-таки вкусное сочетание. Темно-коричневый у меня использован в качестве подложки. Это кружево, которое я немножко растрепала. И за счет темного фона яркие и белые элементы смотрятся более насыщенно. Здесь у меня бумажные цветочки, вырубка. У окошечка я специально створки зафиксировала в чуть при открытом положении, чтобы добавить объема композиции. Здесь фишечка, гипсовые рамочки, такие же цветочки, как и на правой стороне. Откидываются вниз подложки для фотографии. Половинки 10 на 15. Здесь подложка для фотографии 9 на 13. Как видите, также под декор спокойно вставляется фотография. И вся эта часть откидывается еще вниз. Здесь я предусмотрела карман с ажурным краем. Карман довольно-таки объемный и в него можно будет расположить несколько фотографий. Ну и заключительный разворот. Здесь, конечно же, главным акцентом стала ажурная рамка, в которую можно будет ставить фотографию с левой стороны. Здесь рамочка не зафиксирована. Но это еще не все секреты этого разворотика. Потому что под основным декором, если поднять рамочку, спрятан конвертик, в который можно положить какие-то секретики. Либо фотографии половинки 10 на 15. Все это также фиксируется на магнит. Поэтому, если не знаешь, что там спрятан конверт, можно даже не обратить на это внимание. Ну и на заднем форзаце я традиционно сделала большой карман, в который можно будет расположить много фотографий, каких-то памятных записок. Но я сюда положу уголки, чтобы заказчица могла ими распорядиться по своему усмотрению. Вот такой альбомчик. Завязывается он на хлопковое кружево. Размер страничек не озвучила. Размер страниц получается 16,5 на 22 см. Почему такой нестандартный размер, я рассказываю в мастер-классе довольно-таки подробно. Поэтому повторюсь, если интересно, можете создать такой альбом вместе со мной. А на сегодня я заканчиваю обзор. Надеюсь, альбом вам понравился. Всех целую, обнимаю. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok